Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Шуморо, и добро пожаловать в Clash Royale. Ребята, вы мой прошлый выпуск очень сильно поддержали, чем я был очень сильно удивлен. Ваши лайки мотивировали меня снимать ее еще, ребята, за что вам огромное спасибо. Значит, каких советов я послушал? По поводу клана, ребята. Да, у нас есть клан Шуморо Шоу, и сейчас я поставил туда вступление 2000 кубков, да, минимум. У нас есть много игроков, которые не играют, и, скорее всего, я эти слоты со временем освобожу, поэтому следите, если захотите, вступите. В общем, в клане будут люди, у которых от 2000 кубков. Если у меня не будет 2000 кубков, я в нем все равно буду. Поэтому сразу же отвечу и на этот вопрос тоже. Но, на самом деле, я планирую поиграть, поэтому планирую поразвиваться и кубков получить значительно больше, чем у меня сейчас. Просто я очень долгое время не играл в игру, поэтому у меня были такие проблемы. Прежде чем мы, значит, приступим к продолжению нашей игры сегодня, сегодня я попытаюсь собрать какую-нибудь интересную колоду. Я, естественно, по традиции, ребята, я теперь каждый выпуск буду открывать сундучки, пооткрываю вместе с вами сундучки. И начнем мы, ребята, с эпичного сундука, эпического сундука, который стоит 7500 золота. Давайте посмотрим, что в нем. Так, хорошо. Нам вылетает торнадо. Торнадо охренеть просто как мне не нужна, потому что я ей не пользуюсь. Молния. Замечательно. Нам выпадает арбалет вонючий, который тоже нам не нужен. И нам выпадает заморозка. А вот это хорошо. Вот это вот 8 карт заморозки, ребята. Это замечательно, на самом деле. Жаль, что ничего не выпало с седьмой арены. Ну и, естественно, давайте пооткрываем немножечко магических сундуков. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Смотрим. Так, золотишко. Надгробие. Замечательно. Меня интересуются сейчас новые карты. Эликсирами я пока не пользуюсь в своих пачечках. Три мушкетера. Вот это хорошо. Тремя мушкетерами я бы хотел поиграть, посмотреть на них. И элитные варвары. Наконец-то огромное количество элитных варваров. Плюс еще один арбалет. Так, давайте еще откроем. Сегодня мы пооткрываем хотя бы 3-4 сундучка. Так, еще варвары. Еще мега-миньон. Выпадает замечательно. Хижина варваров. Печь. Королевский гигант. Арбалет. И молния. Но тоже неплохой стак. Тоже неплохой стак. Есть гигант. Есть блин. И еще хочу, ребята. Давайте еще откроем. И откроем потом мы другой сундучок. Сундучок-сундучок поменьше. Посмотрим, что в нем находится. Так, хижины гоблинов. Элитные варвары в огромном количестве, которых мы прокрафтим. Королевский гигант. Миньон. И гигантский скелет. Который вот он мне вообще не нужен. Так, ладно. И откроем еще вот такой сундучок сегодня на затравочку. Посмотрим, что в нем. В нем золото большое количество. Варваров хорошо, как пришло. Скелетики. И три мушкетера еще в большом... Офигенный, кстати, сундук, ребята. Офигенный сундук. Мне очень нравится. Давайте теперь пройдемся по грейдам. Сегодня я буду тестить какую-нибудь новую вариацию колоды. Я знаю, что играю я не очень хорошо. А точнее, так как я не играл долго, играю плоховато. Поэтому, ребята, не надо мне писать об этом. Я это все прекрасно понимаю. Давайте смотреть, что будет дальше у нас. Надо развиваться. Поэтому будем стараться. Повышаем варваров до большого уровня. И, соответственно, посмотрим, что из этого у нас выйдет. Насколько они эффективны вообще, хотелось бы посмотреть. Так, хорошо. Сегодня мы составим с вами интересную колоду. Я пока не знаю, из кого, но, тем не менее, я хочу попробовать составить какую-нибудь интересную колоду, в которой будут по-любому варвары. В которой будут по-любому варвары. Варвары пойдут вместо вот этого. Также мы сегодня поиспользуем, ребята, с вами бревно, которое нам выпало. Поучимся его использовать, по крайней мере. Вместо мы ставим пеки. У нас также будет оставаться всадник на кабане и принц. Также у нас есть ярость для того, чтобы ускорить, соответственно, скорость атаки на тауэр, там, в любой момент, в любой секунду, когда мне это нужно. Эту обилочку я буду сейбить, ребята. По сундукам все довольно неплохо, кстати, прошло. Я не знаю, оставлять ли мне маленького дракона в этом стаке и орду миньонов. Потому что, как бы, такое, знаете, вот, смутные у меня какие-то сомнения есть по этому поводу. Поэтому хрен его знает. Также у нас есть армия скелетов уровня 4. Кстати говоря, можно использовать армию скелетов. Давайте мы и воспользуемся сегодня армией скелетов для того, чтобы блочить вражеское говно, которое будет сильным очень. Но у нас сейчас нет противовоздушки вообще, кроме как орды миньонов, которых можно было бы заменить на... Ну, например, можно было бы мушкетера поставить, да? Либо мы можем воспользоваться чем-то более серьезным, но это 9 стоит. 9 это слишком дорого. Я не думаю, что за 9 маны стоит без посасывалки чем-то воевать. Может быть, можно поставить было бы колдуна, но тоже хрен его знает, ребята. Колоду собираю сам, поэтому пока даже не знаю, не представляю, насколько она у меня будет эффективная. Хрен его знает. Можно попробовать, в принципе, так сыграть ордой, но у меня нет против воздуха ничего. Нужны хотя бы лучницы. То есть у меня сейчас большая беда в этом плане. Орда миньонов это прекрасно. Давайте мы орду миньонов все-таки заменим на... Ну, давайте на него. Давайте поставим мушкетера. Вместо орды миньонов, тем самым 4, 3, 2, 2, 4, 5, 6. Варвары должны быть сильны. 764 здоровья, 192 урона. При том, что у стандартных варваров, да, у нас... Так, мы их не используем, мы их не используем. Мы просто сейчас посмотрим. Уровня 8-го 579, 144, да? 579, 144. Когда здесь на уровне 6, 764, 192. Ну, это вообще как бы несравнимые показатели. При том, что варвары всего лишь эти на одну единичку маны дороже стоят. Так как у нас остальные карты довольно низкие, ну, то есть стоят мало, а по мане требует очень мало, поэтому, я думаю, можно это как-то использовать. Так, давайте поиграем. Давайте поиграем сейчас. Поиграем, поиграем. Еще варвары выпали. Отлично. Еще прокачка для варваров у нас идет. Замечательно, ребята. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Так, 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 так. А где мои новые варвары? Новые варвары, пожалуйста, покажитесь мне. Что-то куда-то варвары у меня пропали. Эй, а они вот здесь у нас же, да? Да, давайте улучшаем. Еще здоровье добавляем. Охренеть. И еще урона в секунду, ребята. Охренеть просто. Вот это я понимаю. Сегодня мы поиграем с вами, наверное... Так, давайте еще пооткрываем. Господи, у нас сегодня открытие сундуков за открытием сундуков. Опять же, варвары прилетают. Сегодня мы поиграем на аренке 7. Либо мы, может быть... Ммм... Может быть, поиграем в классическом испытании сегодня, ребята? Такого я еще не делал, друзья. Ммм... 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 Ну, давайте поиграем в классическом испытании. Там противники, правда, могут быть очень сложные. Но, тем не менее, попробуем поиграть в классическом испытании. Вдруг у нас получится, ребята. Плата за вход. За вход. И... Поехали! В бой! Давайте посмотрим, что за говнари нам попадутся. Ой-ой-ой. Девятый левел, ребята. Девятый левел, пацана. Девятый левел. Ну, давай проверим, на что ты способен, девятый левел. Что это за гов... О, господи! Крушила-крошитель просто какой-то дикий. Какой-то убийца дикий. Так, делаем вот так. Здравствуйте, скелет. Идем вот сюда. И сразу же давим его. Сразу же давим его. Давим его, давим, 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 давим. Замечательно! Замечательно! Даем бревно. Даем бревно сюда. Хорошо, бревно пролетело. Он тоже не отступает, ребята. Посмотрите, какая агрессия. Какое давление сейчас происходит на ваших глазах просто. Фух! Это жестко. Жестко каточка начинается. Ну, давайте по принцу поработаем. Точнее, принцем отработаем. Сейчас пойдут скелеты у него, скорее всего. Нет, он говнаря ставит. Он ставит говнаря. Это очень интересно. Он ставит говнаря. Так, тауэр мы там отдавать будем или что, блин, делать? Давайте сделаем вот так вот. Добьем уже тауэр. Нам нечем сейчас воевать. Ставим ярость. Он пробьется. Он должен пробиться. Он должен был пробиться, черт побери. Бревно пошло. Бревно пошло, пошло бревно. Ставим сюда мушкетера. Надо было бревно ближе вызывать. Все, я понял свою ошибку. У меня два таура очень сильно прокоцаны. Это не очень хороший знак. Это очень плохой даже, я бы сказал, знак, ребята. Там тоже идет эта дичь. Давайте попробуем сделать вот таким вот образом. Давайте попробуем сделать так. Дадим сюда орду скелетов. Хорошо. Хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Все у нас прекрасно идет. Скелеты добегут, нет? Скелеты должны дойти. Скелеты не дожди, сука. Орду варваров не туда поставил. Так, замечательно. У нас тоже минус тауэр тут. Блин, 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 блин. Вот это дичь. Вот это жесть. Господи. Господи, что же вы делаете-то? Он же добьет меня, ёб твою мать. Так, хорошо. Делаем вот так. Боже мой, мне нечем. Говно, блядь. Говно вонющее. Не колода, а говно вонющее, блядь. Говно, нет, я дам ей шанс. Или я как говно вонющее сыграл. Скорее всего, второй вариант. Говно вонющее же, ребята. Вот не колода, а кусок говна, блин. Наделся я колодку. Сикки, блядь, сикки, блядь. Ладно, будем сейчас смотреть, ребята. Прошу прощения. Сделаем ему жестко больно сейчас, короче. Сделаем им жестко больно, ребята. Давайте сделаем прям жестко. Прям жестко больно, ребята. Чтобы он охуел там. Эх, скелеты не дошли. Но сразу полтауэра, кстати. Сразу полтауэра, это довольно интересно. Сразу полтауэра, то, что снесли, это замечательно на самом деле. Сейчас будем на два фланга тоже отрабатывать с ним. На два фланга отработочку проведем. Так, хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, сделаем вот так вот. Давай, 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 давай. Пошли вы нахер за своей базы. Так, хорошо. И он тоже забирает мне тауэр. Вот, сука, агрессивная игра какая у нас сегодня. А получается, ребятки. Агрессивная игрулька сегодня у нас, да? Ну, давайте сделаем вот так вот. Давайте сделаем так, попробуем как-то так отработать. У него уже полтауэра нету. У него уже полтауэра нету. Это хороший знак, в принципе, для нас. Дадим рыцарю сюда. Посмотрим, что он будет делать. Он будет чем-то отвечать явно. Торпедой отвесил. Вот сука какая. Давайте так вот попробуем отработать. Давайте посмотрим, что он еще сможет нам показать, скажем так. И будем защищать свой тауэр. Пошел нахуй. Замечательно. Хорошо, 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 хорошо. Теперь ждем его хода, ребята. Наша задача защитить свой тауэр. Наша задача не пробивать сейчас его башню полностью. А поэтому будем сейчас защитой тауэра заниматься. Сделаем вот так вот. Поставим варваров. Посмотрим, что он на это нам скажет. Пока ману не тратим. Ммм, какой ты, посмотрите-ка. Какой ты отбивальщик ударов-то, а? Его задача сейчас в ничью свести, по идее, да? Его задача сейчас в ничью свести. Сделаем таким вот образом. Посмотрим, что он сможет сказать нам на это, ребята. Так, хорошо. Бревном откатим. Бревном откатим. Молодец, какой хороший. Теперь принцем добиваем это говно. Давай, маленький. Давай, покажи мне свой лучший удар. Сделаем вот так вот. Тебе пиздец, сладенький. Тебе пиздец, маленький мой. Хорошо, блядь. Хорошо, блядь. Ох, как приятно. Нормальная колода, нормальная. Нормальная, нравится. Но чувствую, у меня не будет много побед с этой колодой, так как я играю с ней в первый раз вообще, ребята. Да и вообще давно в Clash не играл, и это так приятно на самом деле. А, кстати, сегодня снимаю с iPad, если вы не заметили. Сейчас экран пошире будет у вас, у вас видимость будет получше. Ну, посмотрим, сколько я продержусь. Девятый левел, пацаны. У пацана девятый левел. Пацан серьезный, как бы. Не знаю даже, как эффективно использовать бревно. Бревно отталкивает. Опачки. Вот это, о чем я и говорил. А у меня нет ничего стреляющего сейчас. Ёб твою мать. Нету ничего стреляющего вообще, друзья. Вот это пизнец. Пошли нахер. Так, бревно катится, да? Бревно катится замечательно. Вот это у нас жесткая агрессия сейчас, ребята. Вот это жесткая агрессия. Вот это я понимаю. Так, хорошо. Блин, а там взрыв, там скелеты законтрятся. Черт побери. Блин, он тауэр сейчас разнесет мне. Сука. Говно колода вонючая. Вот говно колода вонючая, а? Колода говно вонючая. Надо обвинять же что-то постоянно. То есть, ни хера себе. Бля, а мне стреляющего ни хрена нету. Ребята, в этом большая проблема. В этом большая проблема сейчас. Идите-ка вы нахер, родные мои. Идите-ка вы нахер, говнари вонючие. Так, хорошо. Бревно имба. Бревно имба. Мне очень нравится. Бревно хорошо. Бревно хорошо заходит. Мне нужно стрелялку оставлять по-любому. А, постоянно оставлять стрелялочку, ребята. Иначе все будет у нас плохо. Посмотрите, как он... Он не хочет отдавать нам вообще. То есть, он вообще не хочет отдавать нам, блин. Вот говнарь вонючий. Давайте сделаем, сейчас засадим скелетов именно вот таким вот образом. Блин, а они ни хрена у меня не работают, эти скелеты, черт побери. Давайте так вот сделаем. Он уже на основную базу покушается, сука! Вот это пиздец, спам идет! Вот это пиздец, блядь! Вот это колода вонючая, блядь! Кто такую колоду собирает? Нет, я все равно буду пробовать. Вот это я вообще неудачник вонючий! Отсосал пизос у какого-то бомбардира санова! Вонючий ты ублюдо! Ну, это я про себя. Это я про себя. Я нормально на самом деле. Я понимаю, что первый раз играю колоду и даже не понимаю, как лучше ей играть. Надо подумать. Может быть, стрелялку нужно оставлять по-любому всегда. Ну, давай. Давай, такой дерзкий и агрессивный. Ух, какой! Ух, какой, ребята, агрессивный-то пацан у нас идет! Вы посмотрите, что он творит! Давай, маленький, давай! Замедлить он решил скелетов моих! Давай, говно вонючая! Давай, покажи мне свой сильный удар! Нихуя себе! Да ладно ты, кусочек говнеца! У него четвертый и рыцарь? Черт побери, серьезный пацан. У него четвертый и рыцарь, ребята. Ну, давай, покажи мне, что ты можешь. Мне кажется, надо давить у него башню. Не башню, точнее, а сразу же центральный замок уже. Другого варика не вижу. Что он делает? Что этот говнарь делает? Ну-ка, пацаны, расправьтесь с этим говном. Ну-ка, пацаны, давайте, покажите, как вы рубите. Так, хорошо. Бревно не прокатим. Бревно сейчас не будем прокатывать. Сделаем вот так вот. Сделаем тауэр ему снесем, чтобы он без тауэра вообще был. Ну и, соответственно, закатим уже бревнышко. А так вот! А так вот! Сюки, блядь! Вот это мне нравится! Вот это замес! Вот это да! Вот это да! Хорошая колода! Хорошая колода! Сильная, блядь! Ой, какая сильная! Научиться играть бы, и у меня противовоздушки нету. Вот минус большой в колоде, кстати. Лучше бы я, наверное, тогда миньонов сделал, чем стрелка. Хрен его знает. Хрен его знает, друзья. Ладно, давайте смотреть, что у нас здесь получится с вами. Так же ставим сильного принца. Ага! Какой ты сучонок! Сразу же тауэр решил мне крошить, короче. Я понял. Я понял вас, сырый вонючий. Давайте поиграем по вашим правилам, да? По правилам говнорей. Так, хорошо. Там две девочки идут у нас. Там у нас лучница идет, да? Так, хорошо. Хорошо, у нас хорошее положение. Хорошая позиция. Давайте, говнарики мои. Давайте, маленькие мои. Давайте. Давайте, прорубайте это говно. Прорубайте это говно. Здесь идет вот так вот. Так, хорошо. Здесь мы прокатим тебе бревно, сучка. Чтоб ты больше не стреляла туда, куда не надо. Хорошо, бревно врезается туда, куда надо. У него практически два таура отработаны сейчас. Хорошо, отличный блок. Отличный блок сыграли. Замечательно. Замечательно. Надо добить правое говно. Надо добить правое говно, как ни крути. Фаер, хуяер, блядь. Говно вонючий. Вот так вот тебе. Вот тебе и фаер, пиздюк. Давайте сыграем так. Пускай принимает на себя удар у нас мушкетер. Мушкетер должен принимать удар тогда, когда надо. Да ладно ты, девочка моя. Девочка моя, вы не охуели ли, миледи? У меня, кстати, такой карты нет. Крутая карта очень. Мне нравится эта девочка. Мне нравится эта девочка. Мне нравится. Ну, так как я... Вот тебе, кстати, орда миньонов. Пожалуйста. Посмотрите, он пытается забрать тауэр. Он пытается забрать тауэр. У него нихрена не получается. Я не знаю, что он будет делать с этим всем. Давай. Давай. Давай, шоу тайм, блядь. Давай, шоу тайм. Покажи мне. Покажи мне шоу тайм свой. Пожалуйста. Давайте, маленькие мои. Давайте, делайте, что можете. Ну, давайте. Давайте, где мои пацаны? Давайте. Давайте, ребятки, мочите. Минус тауэр потеряли? Что, блядь? Минус тауэр? Да! Пошел ты нахуй! Я уж думал, мы проиграем. Я уж думал, мы проиграем, ребята. Это просто полный пиздец. Это было просто полный пиздец. Я был настолько зашкален и зашкварен, ребята. Так, нормально. Нормально идем. Давайте еще отыграем. Фух. Давайте еще каточку сыграем. Посмотрим, что за говнарь здесь будет у нас. Ставим мушкетера таким вот образом. На бревно оставляем пока. На бревно пока оставляем. Здесь будем контрить говно. Отлично, отлично. Замечательно. Замечательно пидор придумал. Замечательная тактика, кстати, под огоньками идти. По той причине, что огоньки... По той причине, что огоньки очень здоровски контрят, получается, у нас скелетиков, да? Да. То есть, есть в этом такой свой прок-толк, скажем так, да? Это мне нравится. Давим правый тауэр сейчас у него. Пытаемся выдавить у него правый тауэр. А не используем сейчас ману. Он через варваров играет. Вы посмотрите, какой говнарь. Он сейчас пытается два тауэра освободить так. По-хорошему, да? У него девятого левела... Эти, блин, говнари. Ёлки-палки. У него девятого левела они. Девятого? Ребята. Я понял, на чё он надеялся. Я понял, чё он хочет. Он сейчас будет добивать, короче... Угу. Копит очень много маны для того, чтобы отрабатывать варваром и будет закидывать издалека, получается, дистанционно на тауэр прокидку делать. То есть, скорее всего, он так собирается это сделать. Блядь! Вот вонючий говнарь, а. Он не даёт мне тауэр вынести. Забирает мой тауэр при этом, сука! Так. Стоп. Отыгрываем вот так вот. Какой же ты вонючий, а. Какой же ты неприятный тип. Какой же ты вонючий, неприятный тип. Поставим мушкечорчиков сюда. Эти, эти в угол у него ушли, да? Я понял вас, сэр. Я понял вас, сэр. Почему? Сука! Эти справа, да, пойдут? Эти справа пойдут. Делаем вот так вот. Давай, 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 братики. Давайте, братики мои. Братики мои, давайте, давайте, работаем. Отрабатываем их, отрабатываем их, братики. Там джемп дэмэджа до хрена идёт. Блядь! Давай, 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 ребятки. Ребятки. Проходим. Сука! 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 Нет, последний момент, ублюдок вонючий. Пошёл ты нахуй, ху-ху-ха-ха. Избил меня, как и маленького котёнка. Ладно, давайте посмотрим, что в сундуке, ребята. Давайте посмотрим. Так, значит, варвары есть ещё. Есть королевские гиганты и не более того, ребята. Вот так вот мы с вами прокатили. Колода крутая. Но вот этого я, наверное, бы заменил лучше на... Я бы заменил его лучше... Слушайте, а может быть, его лучше использовать... Миньоны. Лучше, наверное, использовать миньонов, ребята. Лучше использовать просто трёх миньонов, чем орду миньонов. И три стоимость. Здесь черепки. Здесь у нас идёт это. Да-да-да, ребята. Также атакуем в два фланга. Если что, ускоряем. И плюс у нас есть варвары. Варвары это как тяжёлое такое оружие. Блин, это интересно, ребята. Это реально интересно придумывать вот это вот всё. Офигенная игра. Ничего не могу сказать плохого. В общем, друзья, если вы хотите, я попродолжаю снимать эту игрушку. Ребята, поснимаю для вас, соответственно, клэшик. Если вам это будет нравиться, будем продолжать дальше. Открывать сундуки, пытаться продвигаться. Ну, в общем, учиться и так далее. Я понимаю, что среди вас есть многие профессионалов. Но, как бы, я вот давно не играл. Вот прошлый выпуск сейчас поигрывать начал. И, соответственно, сейчас, наверное, начну учиться. Посмотрим, что будет из этого. Вот. А вам спасибо, как всегда, за просмотр. С вами был Шимора. Я желаю вам удачи и успехов во всём. Всем пока.